Стук теннисных мячей и только боевой настрой. В зале общества «Динамо» провели праздничный турнир по настольному теннису в командном разряде среди силовых структур области. Соревнование посвящено 95-летию со дня создания регионального «Динамо». Олег Рожков расскажет подробнее. Полковнику внутренней службы в отставке Сергею Акимушкину 62 года, но досуг с газетой в руках не для него. На соревнованиях по теннису он завсегдатый и прыти молодых коллег не боится. Наоборот, считает возраст его главный козырь. Если ты в системе чем-то занимаешься, то при соревновательных вот этих моментах большую роль играет психология, опыт, техника. Ну даже так называемая хитрость. Посмотрел в одну сторону, скинул в другую. То есть опыт тоже большую роль. И вот за счет этого компенсируется, может быть, натиск, резвость молодых за счет вот таких хитростей. Как говорят, старый мудрый воин, хитрый. Теннис, как шахматы. Махать руками и попадать по мячику мало. Надо думать головой. Избегать одинаковых подач. Менять темп игры, чтобы запутать соперника. Для силовиков такие соревнования отдушина от рабочей суеты. Это вот такой игровой вид спорта, который мало, как сказать, востребован для тех качеств, которые мы стараемся воспитывать. То есть наряду с силовой и физической подготовкой он в себе вот эти качества не отражает. Поэтому он является чисто таким для нас игровым, развлекательным. Поэтому, как правило, сотрудники прибегают его в какие-то дни отдыха, в перерывы между исполнением служебных обязанностей. Шесть команд разделили на две группы. Играют они по три партии до двух побед. Лучшие спортсмены выходят из группы и разыгрывают первые места. Олег Рожков, Николай Иванов, Олег Щербаков. Область новостей.